В Карачаево-Черкесии подвели итоги Всероссийского педагогического конкурса «Учитель родного языка и родной литературы». Награждение лауреатов состоялось в амфитеатре Черкеска при участии министра просвещения России Сергея Кравцова и главы республики Рашида Тимрезова. Подробности у Артура Мхце. Продолжавшееся почти неделю состязание между педагогами из более чем семи десятков регионов России должно было определить не только лучших в своем деле учителей родного языка и родной литературы, но и наиболее передовые и оригинальные методики преподавания. Могу создавать эмоции, могу делать так, чтобы дети себя переживали вместе со мной и были сопричастны к той деятельности, которой мы занимаемся на уроке. Профессия учителя будет жить. Представитель Владимирской области Артём Гусев получал образование в столичном вузе, после чего вернулся, чтобы преподавать русский язык как родной в своем городе Гусь-Хрустальном. И вот теперь он один из претендентов на победу во Всероссийском конкурсе педагогов. Когда все задания были выполнены, настала очередь томительного ожидания. Впрочем, для этих людей уже само участие в финальном этапе можно считать победой. Ведь позади остались тысячи коллег из десятков регионов страны. Перед торжественной церемонией с учителями и присоединившимися к ним финалистами Всероссийского конкурса среди воспитателей встретились министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов. Оба поблагодарили конкурсантов за те знания, которые они несут детям. Сотерпение, заботу и желание сохранять языки и культуру народов. Учение родного языка начинается с детского сада, с дошкольного учреждения. Конечно, важно поддержать и показать значимость воспитателей дошкольных учреждений, которые прививают родной язык. Мы не должны говорить о том, что все хорошо у нас в плане родных языков. И опять же, здесь ответственность нельзя перекладывать только на образовательную систему нашей страны. А в первую очередь надо говорить о том, что родные языки идут в первую очередь из дома, улицы, села, из общения между детьми, в первую очередь. Но вам, за ваш труд, низкий поклон и слова благодарности. И вот кульминация Всероссийского конкурса. В амфитеатре названы именно те, кто, по мнению экспертов, показал себя чуть лучше остальных. Первое место среди учителей родного языка и родной литературы занял представитель Владимирской области. Завершившийся в Карачао-Черкесии профессиональный конкурс уже можно считать частью истории. Впрочем, самим его участникам он наверняка запомнит как событие, которое помогло познакомиться с новыми людьми. Лучше узнать педагогические методики коллег из других регионов. Что-то перенять для дальнейшей успешной деятельности. Артур Макцей, Олег Мохожев, Вести, Карачао-Черкесия.